Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами я, Светлана Прель, и мои прельские тезисы. А в гостях у меня Олеся Малахова и Алена Алимова, продюсер, телеведущая. И обе они блондинки и красивые женщины. И, конечно, нестандартные блондинки, потому что я обожаю умных женщин и только умные, красивые, самые достойные в моей программе. А поговорим мы сегодня о красоте. Страшная это сила или не страшная, потому что Олеся возглавляет, она директор крупного профессионального центра именно по эпиляции. А мы с Аленой те самые женщины, одна из них я, которая боится вот этим вот этой историей заниматься. Ну, Алена расскажет, боится она или нет. Вот сама вынет козырь из кармана. А пока у меня вопросы к тебе, Олеся. Я хотела бы узнать по поводу твоего центра. Я знаю, что их большое количество этих центров эпиляции всевозможной и разной. И у меня такой к тебе вопрос. Чем отличается твой центр от всех остальных и все-таки вырывать волосы или не вырывать, драть нас женщин или не драть? На самом деле у нас достаточно, да, мы работаем с 1993 года. Ничего, вся история какая у вас. Да, и мы у нас, конечно, специалисты, которые работают у нас уже более 10 лет, у них опыт работы, конечно, колоссальный, да. И все они с медобразованием, и все прошли всевозможные там курсы повышения квалификации, поэтому, конечно, мы действительно... Нет, это достоинность. С 1993 года это история. Одни из первых. Одни из первых. То есть законодатели такие, да. Да, которые ввели электроэпиляцию в Москве. А, вот кто принес нам этот ужас или не ужас, сейчас мы решим. Алена, ты вообще, ну я понимаю, что эта тема может быть такая вот интимная, деликатная, да, но давай уж так вот откинем все. Нет, да, давай на чистоту, по чесноку, на чистоту. Чисто или не чисто? У тебя там... У меня всегда все чисто. У меня всегда все чисто. Я это не сомневаюсь. Роскошная женщина. Ну если без шуток, ну понимаешь, да, в каком контексте? Вот в плане эпиляции. Тебе не больно? Вот я столько ужасов слышала про эту историю. Зачем это вообще нужно? Знаешь, для меня ужас наводит совершенно даже другой. Не то, что это больно-не больно, это уже другая тема, да. Потому что сейчас есть, помимо электроэпиляции, есть и другие способы, да, уничтожение будем так называть. Но для меня лично ужас в другом. Это надо же отрастить все это дело. И вот на меня, конечно, ужас больше вот это всего наводит, что это на 2 сантиметра. А, да, и походи вот это. И вот это вот эти, ну хорошо, даже там 0,5 надо отрастить, простите. Для меня, конечно, это не совсем. А вот для меня было открытие, оказывается, ничего уже отращивать не надо, да? Вот расскажи о новой технологии. Да, вот можно об этом поподробнее, потому что не все наши зрительницы об этом знают. Ну, конечно, на рынке много всяких разных других препаратов, да, и аппаратов, которые позволяют вам сразу сбривать волосяной покров и затем идти к профессиональному, да, там, профессиональные центры, и тут же они как бы вам обрабатывают зону, которую необходимо. И вы идете спокойненько себе домой. Хорошо, через какое время девушка вернется к вам обратно? Какой период времени должен пройти до того, чтобы она опять вернулась? Ну, смотря какой аппарат вы выбираете. Для этого нужно прийти в центр, да, где много всяких предложений. Хорошо, вот ноу-хау, да, то есть все мы хотим минимизировать свое время, и все мы хотим отсрочить то самое время, то есть всем будет очень удобно. Да, то есть там две недели, три недели, раз в месяц. Первый раз три недели. Затем, ну, сроки увеличиваются на самом деле, да, вот. То есть сначала вы приходите раз в три недели, потом вы раз в полтора месяца приходите, потом раз в два месяца, ну, и так максимум 10 сеансов. А я слышала от своих подруг, что все это неправда, что все это не работает. Не работает что? Не убирает полноценно 100%. То есть приходится ходить и ходить, ходить и ходить, естественно, не раз в два месяца, а как ходили раз в две-три недели, так и ходят. Ну, вот касаемо, например, фотоэпиляции и лазерной эпиляции, да, такие варианты возможны. Но если вы придете на электроэпиляцию, мы, как Центр профессиональной эпиляции, вам даем гарантию пожизненную, что у вас волосы больше не будут расти. Это серьезно. Это очень важно. На самом деле, я не только запомнила, я попробовала эту процедуру, мне открыли глаза. Оказалось, что я совершенно древний человек в этой истории. Это безболезненно на самом деле. И действительно, вот на сегодняшний день, да, прошло две недели, я очень довольна результатом. Я понимаю, что это надо повторить, вот, но я на самом деле говорю о том, что я пробовала. И это не больно, ничего не надо отращивать. И очень здорово. Прям вообще ничего отращивать. Ну, при электроэпиляции, смотря какой волосяной покров. Если это светлые волосы, да, в любом случае что-то нужно оставить. Потому что мастер, да, вот, специалист, он не видит волос, не видит, куда ему нужно вот дать ток, да. А если темный, да, то тогда... Подожди, а лазерная эпиляция? А лазерная эпиляция, пожалуйста. Там вообще не надо, какая разница, какого оттенка твоего волоса? Но мы сейчас говорим о электроэпиляции, о том случае, когда волосы удаляются навсегда. Лазер и фотоэпиляция, элос, всякие виды. Это временно. Это временно. Это 5-10 лет. Подожди, 5-10 лет ты называешь временно? Да, временно. Меня это устраивает. Если 5-10 лет, то я буду... Нет, мы сейчас говорим о том, что мы даем гарантию, мы даем гарантию, что навсегда, то есть это вот все. Вот один раз-то делаешь, и больше они... Подожди, а если мода появится заплетать косы в подмышечных... Хорошо, пожалуйста. Для этого... Нарастим. Нет, ну... Вернем обратно. Вернем обратно, конечно. Нет, ну, если ты, например, переживаешь о том, что там тебе нужно через 5 лет завестись волосами... Я откуда знаю, какая мода будет? Мало ли там модно будет колосилась, чтобы... А, кстати, между прочим, это вопрос номер один. Вот. Поэтому многие очень... А это все-таки гигиена или мода? Сейчас... Да, вот то, что вот надо избавляться от всех этих роскошных волос. То есть больше не гигиена и мода, а больше дискомфорт самим себе. Ну, мы привыкли, да, восковую там эпиляцию, шугаринг, да, к примеру, да. Раз в 3 недели мы ходим все время удаляем волосы. Я после шугаринга, помню, один раз делала. Потом все это вросло в кожу, я сидела с пинцетом, все это выковыривала, прокляла все на свете. Ну, вот для тебя, конечно, подходит вот такой вариант, как диодный лазер, как там элос эпиляция, фотоэпиляция, да. Если захочешь совсем, то это электро. Все, других вариантов. Нет, это совсем все равно. Вот прям электро, да, это все-таки прям... А вот мне рассказывали, что прям даже сознание теряет такая боль. Нет, это ерунда? Нет, это ерунда, потому что сейчас разные методики. Это все точно обезболивает. Ну, то есть какие проблемы? То есть есть и крема обезболивающие, есть и местные анестезии, которые вводят там под кожу, и ты вообще ничего не чувствуешь, лежишь себе просто, кайфуешь. Ну, я правильно понимаю, что все-таки это и мода, все-таки это и гигиена, да, потому что дольше ты сохраняешь свою чистоту, это более эстетично смотрится, нежели ты, как некоторые поднимают руку. Даже голливудские звезды, да, я слышала, начинают уже демонстрировать свою густоту волос, показывают тем, что плевать мы на все хотели. Вот, у нас будет везде колоситься, имеют право. Но что-то пока это не прижилось. Еще вот такой момент, возвращаясь к апелляции, то, что это не вредно, ты приходишь к специалисту, а вот этим может заниматься абсолютно любой человек, который обладает неким навыком, или все-таки это должно быть образование у специалиста, который занимается вот такого рода процедурой? Нет, ну, понятно. Можно навредить, скажем так, какие-то аллергии, травы? Конечно, если это аппарат, то, конечно, я думаю, что сможем. Если это касаемо аппарата, да, касаемо воска, шугаринга и так далее, ну, максимум, что можно сделать, это ожог. Ожог, либо... Это тоже неприятная история. Это неприятно, безусловно, конечно, вот. Может быть, еще от сахара, ну, не знаю, ну, раздражение или там какая-то непереносимость какого-то продукта, не знаю, может, на коже, это максимум, что. А есть такая, ну, то есть можно так посоветовать, если вы, например, аллергик перед процедурой, вот как манту, перед тем, как сделать манту, выпейте что-то такое, ну, гипоаллергенное? Ну, как правило, женщины знают о себе и знают, что там есть какие-то продукты, которые они употребляют, на которые там аллергия, естественно, так же самое, ну, понятно. Можно и к этой процедуре тоже подготовиться, да? Ну, в любом случае, если это центр, да, профессиональный, вот, естественно, там есть специалисты, у нас бесплатная там консультация, ты приходишь, и тебе все подробно объясняют, что к чему, как, что нужно, что не нужно, что подходит, не подходит. Вот, то есть, ну, как бы, каждому человеку свойственно выбирать, да, и тут так же. А вот по поводу выбора, Аленушка, ты бы пошла к мужчине делать эту процедуру, скажи честно? Конечно же нет, потому что я больше доверяю женщине, потому что женщина сама должна через это пройти, она сама должна мне посоветовать, да, я ей могу сказать, на что у меня есть раздражение, на что нет, раздражение тоже очень важно. Подожди, но говорят, мужики не рожают, но самые хорошие акушеры, или это мужики и говорят? Ну, ты знаешь, мне кажется, тут очень индивидуальный подход, кому кто нравится, начнем с этого. Мужчины работают у вас в центре? Нет. Нет? Вот это, между прочим, упущение. Некоторые женщины, может быть, и пошли бы к вам одинокие, заодно и познакомиться. Ну, есть, например, массажисты мужчин, да, это допустимо. А, у вас и массаж еще есть центре? Нет, нет, ну, это я просто, в принципе, говорю, да, ну, не знаю. А, кстати, было бы хорошо, сначала делают массаж расслабляющий, а потом... А потом идут... Да, возьмите на заметочку. Да, да, я обязательно учусь. Это такое вот, от Прелии, от Алимовой, сначала массаж, а потом все остальное. Я думаю, что после такого массажа... Так сойдет. Ты знаешь, да, уже будет не той эпиляции. Ну, понятно. Но еще, я знаю, у тебя есть студия красоты, находится она на улице Правды, и называется вообще название просто бомба. Правда красиво, да? Вот название, ну, очень невероятное. Это, ну, так, собралась команда людей, которые вот... Причем, изначально мне это название, ну, как-то Правда красиво, как-то вычурно, что-то непонятное, опять же, к Правде, потому что улица Правда... А потом как-то я подумала, ну, а как иначе? Ну, что назвать? Ну, когда Правда красиво, ну, как иначе, да? Ну, да, ну, когда Правда красиво, когда качественные специалисты, когда все молодцы, одна команда, нет. Ну, у тебя очень уютный, да, такой салон, мне, правда, понравилось. И хотела бы затронуть тему косметологии. Это сейчас вообще у всех такой бич, что творится, это что-то такое вот невероятное. Особенно я переживаю за молодых девчонок. Да, когда уже в 16, да, даже в 16, да, в 16 уже колют губы себе, 16 девочки, вы же упустили. Это девочки, я могу сказать, жертвы глянцевых журналов в основном, ну, потому что смотрят красивые лица, ухоженные. А вы мне скажите, куда смотрят родители таких девочек, которые в 16 лет разрешают уже подкалывать губы, а в 18 лет они идут делать биоревитализацию, а что они делают в 20 лет? Может быть, они сейчас вас услышат. И когда надо начинать такие процедуры? Ну, одно дело, биоревитализация, да, это, в принципе, витамины. Но, опять же, такие, то есть в 16 лет это ребенок, зачем ей эти витамины колоть себе в лицо, это вообще абсурд. Ну, потом природа так устроена, что у молодой девочки все и так работает. Конечно, там регенерация кожи идеальная. А если мы будем эти ресурсы усыплять, ну, грубо говоря, кожи... Я тебе даже скажу, и у взрослой женщины тоже все это работает. Просто если мы это не заглушаем совершенно другим, то у нас тоже это все правильно работает. Конечно, да, для этого, ну, то есть, опять же, да, рекомендация врачей-косметологов, да, ты приходишь и говоришь, вот у меня такая проблема. Если она видит, ну, опять же, если это не вандалы, не какие-то там непонятные... Не любители подзаработать, да, развести. Не любители подзаработать, да. Вот и дело. Получается так, что ты приходишь и говоришь, мне вот я бы хотела, да. Ну, то есть, хотела бы... Есть много всяких сейчас на рынке там прекрасных уходов, дорогих там каких-то косметик, которые, на мой взгляд, тоже работают, как и на молодой, на среднего уровня кожи, то есть, да, и контингент людей, то есть, я не знаю, это, конечно, неправильно. И инъекции, это все лишнее для молодых. Одно дело там после 45-50 лет, да, я там понимаю, можно колоть... То есть, инъекции после 45 лет? Конечно. То есть, не раньше? Не раньше. Вот как интересно. Можно делать прекрасные массажи лица, пластические массажи лица, которые... То есть, это надо оттягивать, эти инъекции? Конечно, конечно, обязательно, да. Чем позже начнешь, тем лучше для кожи. Да, потому что, ну, потом что... Ну, косметологи как раз говорят о том, что чем раньше начнете, тем лучше. Так это не зло, 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 не зло. Надо на этом зарабатывать. Конечно, конечно. Но можно судить о том, что это уже передо мной не профессионал, а человек, который просто хочет нажиться, если он мне будет говорить вот такие вещи, что чем раньше начнешь вот эти препараты колоть, то лучше. Значит, я должна уже сомневаться в его профессионализме. Да, бегом бежать. Хорошо. А вот мезотерапия, это как? Это вот к чему относится все-таки? Это больше как к уходу? К уходу, да. Или все же это уже веки, другой старт? Да, лентализация, мезотерапия, это нет. Это вот просто... То есть, вот эти процедуры делать можно? Но, опять же, не в 16 лет. На что ориентироваться человеку, у которого нет подруг, косметологов, знакомых-знакомых? Вот на что ему ориентироваться, если захотел пойти к косметологу? Как выбираем? Вот, допустим, я понимаю, что эпиляцию я пошла бы делать, ну, так вот, да, с 93-го года вы работаете, уже как-то понятно, что у салона профессионального есть своя история, уже как бы можно туда пойти посмотреть, проконсультироваться, тем более бесплатно. Как выбрать этого косметолога? Ну, у нас также есть и косметологи, да, и врачи-косметологи, которые, конечно, могут грамотно объяснить, что нужно и чего нельзя делать, да, опять же, таки, выбираем там возрастную категорию, к которой там вы относитесь. Вот. Потом, конечно, обязательно смотреть лицензию, да, если это медицинский центр, у них обязательно должна быть лицензия. А эта лицензия на виду должна быть? Конечно, обязательно. Обязательно. То есть это все висит в кабинете, да, лицензия на инъекционную косметологию, то есть это как медицинский центр, они, ну, по-другому работать не могут. Если у них этого нет, они не имеют на это права. Все. И еще должен быть сертификат у этого врача, да, то есть мы можем прийти и запросить сертификат именно на ту самую деятельность, которую он нас осуществляет. А вот я слышала, что сейчас вообще косметологам запретят любого рода инъекции делать, и все это отдадут врачам-пластическим хирургам. Это так или это тоже слухи? Ну, пока нет. Нет такого, да? Такой информации нет. Но это было бы справедливо или нет, на твой взгляд? Ну, я думаю так, что если, опять же, да, если есть все, есть имя, медицинский центр, да, есть все сертификаты, почему нет? Она врач. Я согласна. То есть она не медсестра, да? То есть она не там просто закончила какие-то курсы, она прошла миллион всяких обучений, повышение квалификации. Почему нет? То есть если она качественная. Другое дело, что просто много действительно плохих историй у нас, которые вот заканчиваются плачевно. Да, да. Вот про плачевные истории рассказывают, они у нас на слуху. Про хорошие-то мало говорят. Может быть, поэтому... Ну, хорошие обычно не говорят. Все всегда говорят о плохом. Вот что обидно, да. О плохом сразу везде и всюду. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к косметологам, которые принимают на дому? Ну, это вообще, конечно, не знаю. Для меня это... Я бы не пошла. Ну, во-первых, они не несут никакой ответственности. С кого спробуют? Докажи, что ты там был. Да, цена там, конечно, интересная, такая заманчивая. Но спросить тебе, если что, будет не с кого. Ну, а что ты вот, если тебя перекосит, грубо говоря, лицо, что ты будешь делать? Ну, ты пойдешь к ней и скажешь, вот, Маша, верни мне деньги или что, верни мне лицо. Она мне скажет, а ну, извини. Или как они еще любят говорить, да, это временный эффект, несколько месяцев пройдет. Почему лица такие одинаковые через какой-то период времени становятся? Ну, это просто какой-то кошмар. Лица одинаковые. Ну, это, мне кажется, сам человек приходит и говорит, что мне вот такое лицо, как у кого-нибудь. А на внешность косметолога надо ориентироваться? Я думаю, что да. Мне тоже кажется. То есть, если она сама вся перекачанная, да, какая-то стоит неадекватная, то, наверное, она вот так вот и видит мир неадекватно через какое-то кривое зеркало. Все-таки надо, да, смотреть. Здесь не работает вот этот сапожный бессопог. Ну, опять-таки, да, нужно все-таки мало того, что там спрашивать у своих подруг, где вы, что делаете, да, как правило, это работает сарафанное радио. Но, тем не менее, мало того, что ты пошел к одному, ну, сходи к другому специалисту, послушай, что он тебе скажет и посоветует. Нельзя сразу вот на первое мнение бросаться и сразу в себя все колоть. Потому что сейчас, конечно, инновация у нас впереди. Да, да. Но, тем не менее, мы должны понимать, как реагирует на этот организм, а всех он реагирует по-разному. А вы своих клиентов просвещаете, рассказываете о каких-то новинках, то есть, они у вас в курсе дела, да, что появляется новое. Ну, вы следите за новинками, да, то есть, вы отслеживаете. Но они вообще законодатели, видишь, с 93-го первые открылись. Ну, конечно, безусловно, они ходят на всякие разные семинары, там же всякие новые технологии, да, и все это они потом приходят, рассказывают, мы вводим. Хорошо. Если женщина, скажем так, медийная личность и не может себе позволить ходить, там, ну, к примеру, с морщинами, да, потому что все это под прицелами камер, что тогда и делать, что вы можете ей посоветовать для того, чтобы она выглядела лучше? Если это не ботокс, если это, естественно, не круговая подтяжка лица, что, естественно, там в 35 это вообще смешно делать. Что? А попробуйте походить на массаж лица. Хорошо. Есть пластические массажи лица, которые, например, за 10 сеансов, за 10 процедур подтягивают кожу так, и вам не приходится делать вот эти вот внутрь себя, вкалывать всякие, да, инъекции для того, чтобы быть красивой. После массажа лица что происходит? Подтягиваются овалы лица, например, да, вот там, если провисание, там, брыли, там, или еще что-то, это все убирается, уходит. Просто, конечно же, это не одна процедура, как кололу дошел, это несколько процедур, желательно 10 сделать, да, и кожа, там, плюс уход, да, плюс уход, правильно, да, подбирают косметику, которая там вот работает, всякие там флюиды и так далее. Сейчас масса всего вот такого, что действует, реально действует, вот, и, в принципе, перед любой съемкой можно делать всякие разные такие вот уходы и выглядеть, наверное, ради. Слушайте, ну, если съемки, там, через день, через два дня, тогда, получается, эти массажи нужно постоянно делать? Нет, их постоянно делать нельзя. Курсами? Курсами, но это нужно, там, два раза в неделю, то есть это не нужно делать каждый день, каждый день это тоже не полезно. Какая стоимость такого массажа, вот, чтобы женщина понимала, что она может тебе это позволить? От двух тысяч рублей. Ну, приезжая вполне. В вашем салоне, да? Да, вполне приезжая. Если там просто массаж лица, без ухода, без ничего, то, ну, да, две, две с половиной тысячи. С уходом. Ну, смотря, опять же, такие, есть разные виды косметики, вот мы, да, там, есть французская косметика, есть американская косметика. Смотря, что подходит, да, человеку, клиенту, от этого и, ну, в целом, 4-5 тысяч рублей. А вот сейчас законно говорить такой комплимент женщине, ну, вот, если мы говорим откровенно, как ты хорошо выглядишь, если мы знаем, что выглядит она благодаря тому, что она себе колет какие-то препараты. Это уже будет честно говорить женщине такой комплимент? Это же не ее заслуга. Или как ты хорошо, как ты правильно нашла косметолога? Поверь, прошила лицо себе. Как ты тонко прошила лицо себе. И она, ну, конечно, да, она даже не улыбается. Если, например, это не ярко выраженная, да, инъекция, ну, то есть там немножко там подколола губы, немножко там, не знаю, подколола лоб, то это визуально, наверное, ну, вот так вот четко не видно. Вот, если же, конечно, там перебор, я думаю, что не стоит. Ну, вот если переборщила, можно как-то вот отмотать ленту назад и исправить положение, когда лоб уже такой, знаешь, не движется, глаза вытаращились, непонятно, закроются они или нет. Есть такие препараты, которые можно там как-то сделать в колоте, и оно разжижает вот эти все эффекты. Есть такие препараты. Ну, хорошо. Ну, давайте еще раз подведем итоги к концу нашей программы. Меня, Олеся, вы очень убедили, что ваши салоны действительно оправдывают свое название, профессиональный центр эпиляции. Не только эпиляции, я бы сказала, да, но и всей красоты. Да, да, вся красота. У меня два, получается. Первый находится на улице Правды. Правда, красиво. Это салон, где есть и отделение косметологии, маникюр, педикюр, и стрижка, и окрашивание волос. У нас очень уютный салон с парковкой, со всеми делами, то есть это, что очень важно в наше время, тем более это центр. И в банном переулке это проспект Мира, да, правильно я говорю, банный переулок проспект Мира, где вы можете сделать эпиляцию любого рода вида, все вам подберут, бесплатно проконсультируют, и это действительно профессионалы, и не надо рисковать своим здоровьем. И даже маленькой аллергии нас, женщин, может расстроить, поэтому я считаю, рисковать ни к чему. И я знаю, что вы хотите преподнести нашей очаровательной гости подарок, да, в ваш центр Новый год. Я столько всего на самом деле наслушалась, могу сказать, конечно, признаюсь вам о том, что я всегда боялась косметологов, боялась всего того, что они предлагают сейчас на нашем рынке, потому что непонятно, что вколят, непонятно, как твой организм на это отреагирует, потому что все мы знаем, все мы можем среагировать на аллергию по-разному, да, не дай бог там перекосит, это в худшем случае. Я всегда, конечно же, избегала вот таких манипуляций и пыталась находить легкие пути следить за своей кожей, типа вот массажиков, да, чего-то такого легенького. Ты юная, зачем тебе что-либо? Да, но я поняла одно, что, конечно же, если вы собрались идти делать какие-то манипуляции более серьезные, конечно же, нужно идти к профессионалам и именно в те салоны красоты, которые уже давно на нашем рынке. Ну, Алена, не нужно бояться, приходите, пожалуйста, к нам. Я думаю, что я подарю вам счастье. Я вас подарю. Обязательно. На процедуры приходите, мы будем всегда вам рады. Обязательно, я все засниму в прямом эфире в доказательстве того, что я там была, что, я надеюсь, мне понравится. Я уверена, что понравится. И я буду спокойна в то, что я попадаю в руки профессионалов. Я всем рекомендую, а вы знаете, мои дорогие, что если прель говорит, то она говорит правду. Поэтому я с чистой совестью отправляю вас всех к Олесе. Там правда красиво, правда профессионально. А с вами была Светлана Прель, Олеся Малахова и Алена Алимова. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует...